всем привет вы на канале пока же варим это значит что сегодня вас ждет что-то вкусное впрочем как и всегда сегодня рецептик домашнего твикса недавно я готовил чокупай домашний но он все был не очень похож на чокупай как выяснилось он больше то что у нас получилось это было больше похоже на печенье контик контик на мне вы подсказали да действительно это было похоже на контик но сегодня хочу повторить рецепт твикса причем максимально попытаться сделать его похожим на настоящий твикс не по форме но по содержанию точно я говорю вот о чем большинство рецептов в интернете которые вы найдете они заключаются в том что вы готовите песочную основу и делаете слой сгущенки вареный мне показалось это немножко немножко уныленько то есть да это все равно будет вкусно но как может быть невкусно печенье с вареной сгущенкой это клево но все-таки я хочу приготовить настоящую нормальную карамель попытаться добиться той плотности карамели которая будет соответствовать вот шоколадки твикс и сделаем в общем большой противень твикса вы против нет нет и я не против погнали начнем мы с приготовления теста песочного за свою долгую карьеру кулинарного блогера я понял вот одну прописную истину если вы готовите десерты то надо обязательно солить обязательно солить поэтому прежде чем мы замесим тесто я добавлю приблизительно щепотку соли к муке но почему я добавляю именно к муке что проще было перемешать тогда соль распределится равномерней вот так вот мы соль вымешали и это заши бисе так теперь кусочек масла у меня здесь два куска масла один поменьше один побольше один уйдет тесто второй уйдет в карамель но все знают как готовить песочное тесто в принципе я тут ничего нового не расскажу то есть желательно сделать песочную крошку так называемую для этого масло которое из холодильника его надо измельчить и потом вмешать в муку так это работает сначала я помогаю себе ножом то есть мы делаем что-то такое подобие маленьких кубиков и теперь все это перемешаем с мукой теперь чтобы нам удобно было какой-нибудь емкости начнем делать песочное тесто а вот так вот не стесняясь руками немножко разминаем перемешиваем муку вместе с маслом у нас со временем будет получаться такая крошка пока разминаем можно параллельно добавить примерно 2 столовые ложки сахара я делаю на глаз потому что ничего страшного даже если у нас получится пресное тесто вас вам будет там карамель а пресное тесто у нас не получится по той простой причине что у нас там соль уже она будет иметь вкус вот видите уже получается крошка но у нас естественно тут не хватает жидкости мы сейчас добавим так теперь мы берем одно яйцо и добавим его в тесто то есть по большому счету все яйцо масло муха соль и сахар все что нам нужно видеть в нашем песочном тесте все уже тесто начинает отставать от рук это хороший знак я люблю хорошие знаки из такого теста можно легко сделать какие печеньки там корзиночки и все что угодно получается вот такой вот довольно плотный шарик который мы сейчас для того чтобы масло обратно застыло которое внутри теста мы уберем в холодильник да и вообще любому тесту полезно какое-то время постоять после того как вы помесили вот так пакетик и минут на сайт остудиться в холодос даже можно сделать более плоское чтобы побыстрее остыла давайте возьмем наше тесто она под застыла немножко сначала руками отдай год до кривые края ничего страшного это же песочное тесто лишнее мы обрежем так какая толщина у твикса я не знаю какая толщина у твикса сделала так как мне кажется правильным чет наверно грубовато у меня получилось тесто до песочное по ощущениям либо она просто замерзла уже так хорошо давай сразу будем подравнивать до до эстетически адекватного состояния вот это тесто естественно мы сейчас продолжим с какой-нибудь стороны добавим так уж пошире было я себя почему-то сушистым сейчас чувствую мне кажется вот так вот нормально такой мини мини тортик у нас получается вот это вот квадратную печеньку нам надо выпечь в духовке до золотистого цвета немножко воды добавлю а то она здесь не стыкуется почему-то все вот такой толщины у меня будет основа я еще сделаю небольшие технологические отверстия для того чтобы выходила влага и он не пузырился сильно все отправляем в духовку 180 градусов минут 10-15 но до золотистого цвета как печеньки выпекаете пока корж выпекается мы можем заняться карамелью карамель штук замороченной в домашних условиях она то кристаллизуется то она пережаривается становится горькой тот там консистенция не то нам то надо чтобы она была мягкая и то же время как бы плотная да к еще фиг знает мы сейчас попробуем это сделать я надеюсь у меня получится я не самый главный король карамели честно скажу я ее умею упарывать но в то же время иногда и получается так что сегодня делаем несколько правил есть которые мы должны соблюдать первое основное правило что сахар не должен попадать на стенки то есть вот его здесь быть не должно потому что каждый кусочек сахара на стенках когда попадает в готовую карамель и он ее кристаллизует поэтому мы будем стараться этого избегать я буду готовить карамель с добавлением воды так немножко проще и побыстрее то есть я добавлю где-то граммов хотя бы 50 воды чтобы это все перемешалось включаем на нагрев и будем сейчас перемешивать наша задача я говорю не допустить кристаллизации но даже если сделаем это я думаю мы сможем это пережить то есть весь сахар должен раствориться пока еще процесса горения у нас не идет мы будем стараться его размешать то есть своего рода такой густой густой сироп надо получить параллельно нагреваем жар я поставил средний то что если поставить совсем большой мы можем упустить момент все и оставляем сейчас будем нагревать коржик у нас тем временем готов вот такой он чуть-чуть румяненький пока тесто мягкой мы можем разделить там допустим на кусочки сделать прям батончики мы делаем домашний вариант поэтому в этом большого смысла не вижу сейчас этот коржик просто аккуратненько аккуратненько я сказал попробую снять забираем коржик об я достал противень из духовки чтобы нам удобно было на нем будем все заливать я его смазываю немного растительным маслом чтобы просто нас не было сложностей потом достать наш ну тортик твикс назовем это так все пускай лежит печенька готова я возвращаюсь карамели уже идет процесс нагревания я хочу этим воспользоваться чтобы максимально растворить сахар в нашем небольшом количестве воды давайте так если четко кристаллизуется тоже будем использовать как опыт потому что смотрите у нас все-таки по бокам кристаллики так или иначе остаются сахара я параллельно поставил нагревать сливки на небольшую температуру они нам потребуется чуть позже но сливки нужны горячие потому что мы рискуем с вами тут устроить вулкан если будем добавлять холодные сливки в горячий горячую карамель пусть греются тоже я настолько парит кристаллизации что я даже вот так вот хочу лопаткой максимально со стенок убрать у нас процесс шел тока внутри у нас пошел процесс сироп закипел соответственно наша задача теперь помешивая уварить его до желтого состояния или коричневого то есть как хотите чем коричневее тем горчее но вкуснее на мой взгляд я люблю коричневую карамель черная уже кэш перебор но смотрите давайте вот честно у меня канал все-таки про готовку да что у нас случилось вот он результат неправильной варки карамели да я как и говорил я могу и так сделать он она кристаллизовалась то есть из-за того что я это все по стенкам размесил она сначала кристаллизовалась на стенках потом она кристаллизовалась здесь внутри сейчас мы чем можем сделать мы можем продолжить нагревать она разойдется она никуда не денется но карамель будет горькой давай доделаем и потом переделаем карамель уже с учетом ошибок а ведь и какой сахар получился мы это можем оставить дальше нагревать ничего страшного не друзья ну честно вот надо показывать фейлы потому что все вокруг очень арфинированного все все получается я конечно же сейчас переделаю эту карамель покажу вам как я ее переделал да но тем не менее важно показать файл потому что я уверен что там у 90 процентов людей которые повторяют карамель у них получается вот так чё с этим делать как не допускать эти ошибки важно разобраться на канале первое не допускать кристаллов на стенке все не будет кристалла он не обрастет другими кристаллами и соответственно сахар не превратится обратно в сахар мы и эту карамель попытаемся подправить и новую сделаем погнали самый честный кулинарный блогер упарывает показов параллельной кастрюльки я попробую сделать карамель сухим способом без добавления воды причем постепенно добавляя сахар то сейчас этот сахар расплавится естественным образом я добавлю еще и так постепенно 1 5 6 я сделаю естественно этим венчиком я больше не пользуюсь он уже видите он сам в кристалликах эти венчиком мы будем доделывать пытаться исправить карамель которая у нас кристаллизовалась видите уже в принципе он начинает поджариваться сахар то сейчас он опять разойдется и теоретически это вполне съедобно это уже будет штука только немножко горчить она будет но шанс есть вот что происходит у нас с дальнейшим нагреванием кристаллизированный карамель и да ну то есть она обратно расходятся коричневеет вкус будет все равно карамельный как бы но уже прозрачность структура не будет любопытной тем не менее полить какие-нибудь блинчики вполне можно разбиваем вот эти кристаллы до конца второй раз кристаллизоваться она не будет проверено то есть смотрите по большому счету мы вернули к жизни карамель она еще не очень темная хотя у меня вот обычно темнее даже получалось после упарывания то есть если мы сюда добавим сейчас сливки добавим сливочное масло это будет весьма карамельный соус но мы попробуем все таки вот здесь вот в параллели приготовить соус по другому методу а точнее мы сделаем так поменяем сковородки поставим на больший диаметр эту штуку это все про про ту забыли у меня новый венчик которым будем делать вторую порцию расплавилась у нас первая часть карамели засыпаем еще сахар я особо ничего не мешаю пускай плавится дальше смотрите вторая порция получилась в принципе зашибись то есть тут нет кристаллизации какой бы то ни было есть нерастворенные куски правда сахара она не получилась прозрачной но она не кристаллизовалась соответственно наша задача часть сюда влить ну примерно процентов 70 от веса сахара вес сливок то есть если меня сахара тут граммов 250 то я 150 граммов сливок добавлю у нас это все разойдется сливки я добавляю подогретые они все равно будут булькать как ни крути будет это делать постепенно пытается мешать добавляем еще около 10 минут я еще помешивая провариваю вместе со сливками чтобы растворились все комочки они все равно он так или иначе образуются видишь карамель получилось лучше чем прошлое но хуже чем должна быть ладно тем не менее доделаем ее и вы должны понимать что густота карамели сейчас не надо ее добиваться прям максимальной густоты пишут когда она остынет она затвердеет так или иначе поэтому когда чуть-чуть вот она такая густенькая уже можно заканчивать сваркой добавляем добрый кусок сливочного масла и вкуса добавить и для консистенции крайне полезно я снял уже с плиты совершенно верно сейчас мы растопим масло и дадим карамель а подостыть естественным путем заливать будем когда она немножко загустеет и вот я забыл важный нюансик чуть-чуть соли добавьте добавляйте в карамель соль это будет вкусней заливаем нашу карамель растопим шоколад на водяной бане шоколад берите хороший типа бабаевский потому что например альпенгольд по какой-то причине очень плохо растопился и он у меня вообще периодически то топится то не топится это бабаевский 75 процентов какао бабаевский нормально себя ведет абсолютно я добавлю небольшой кусочек масла чтобы итоговый продукт у нас получился чуть мягче чем обычный шоколад больше было похоже на глазурь и дотопим уже вместе с маслицем заливаем у нас полторы плитки шоколада по идее может хватить но точно также может и не хватить ну и все дадим какое-то время под застыть шоколаду и можно наслаждаться домашним твиксом на палочке твикс можно нарезать и потом вообще не возбраняется что давай попробуем твикс приближенные к реальности у нас тут своя карамель у нас тут шоколад не свой право какао бобы я измельчал вот так в целом чё песочное печенье карамелька тянущиеся и шоколад по идее должно быть похоже но учитывая шоколад нас темный будет не очень похоже на твикс с темным шоколадом хотя такой не ел никогда все-таки кусочки засахаренной карамели попадаются чудо меня руки не из того места растут по ходу постоянные косяки какие-то нужно я честно вам я говорю как есть то есть вот хотел сделать до косяк шоколадом к шоколад неправильно косяк с карамелью у руки неправильные понимаете по вкусу зашибись на твикс не похоже отличный вывод для того чтобы было похоже на твикс шоколад молочный возможно вот эта вот плитка песочного печенья потоньше и карамели побольше в два раза тогда будет похоже скорее всего это не точно как десертик вкусный получилась такая плитка с карамелью шоколадом зашибись горжи глаз чокупай не чокупай твикс не твикс что следующее мы сделаем сникерс не сникерс карамель мы делать уже умеем короче десертик вкусный повторять можно на твикс похоже отдаленно хотите повторяйте довольно неплохо карамель кстати можно использовать блинчики там куда хотите весьма год годная карамелька вышла спасибо за просмотр всем пока виталий пошел дальше придумать что сделать так же но не так же приятного аппетита не годнота вышла вкусно принципе может быть невкусно да карамель будем печенька и шоколад вылитый все чудо на все что